Здравствуйте! Давно с вами не виделись. Хочу вам рассказать еще об одной традиции, которая есть в Финляндии. Как многие знают, может быть и не знаете, что в Финляндии церковь неотъемлемая часть от государства. Что это значит? Это значит, что платят налоги в церковь. Естественно, вы можете от этого отказаться, если вы не верующий атеист и не платите этот налог. Но тогда вы не имеете права, например, обвенчаться в церкви. И многие другие процедуры тоже вы не можете делать. Ну вот, у нас в России 1 сентября все дети идут в школу. И первоклассникам организовывают праздник в школе. Вот здесь, например, почему мы едем в церковь... А, да, я не сказала, что мы едем в церковь. Церковь организовывает, по-фински это называется, Сьюнаус. Это такое благословение на школьный путь. Это проводится за несколько дней, то есть один из воскресных дней. Утром вот сегодня в 10 часов это событие будет. Едем мы в церковь лютеранскую. Если вы какой-то другой веры, то вы можете туда не приходить, а можете просто прийти посмотреть. То есть это не обязательно, но потихонечку, вот как мне кажется, немножко церковь тянет на себя, как бы, скажем, своего клиента. Они таким образом показывают, какие хорошие дела можно сделать. Ну, например, школа ничего такого интересного не организовывает. Будет обычный школьный день, детки просто... У них начнется другой ритм, и они просто пойдут в школу. Без цветов, без красивых одежд и всего прочего. Поэтому, может быть, и неплохо, что церковь организовывает такой, ну, такой некий торжественный день. Ну, после этого, может быть, не знаю, как у нас получится, родители или там бабушки, дедушки устраивают, ну, надеюсь, мы тоже туда попадем, некое чаепитие с ребенком, и вот так. Поэтому я сама ни разу не присутствовала на таком событии. Хочу вам все это заснять, показать. Отправляемся в церковь. Да, мы уже около церкви. Совсем забыла вам сказать, почему я туда иду. Я являюсь крестной мамой, поэтому я туда иду. Вот такая церковь, вы слышите уже колокола. Погода прекрасная. Пойдем. Да, повторюсь, что церковь – это лютеранская. А благословение на школьный путь, как вы догадались, наверное, для деток, которые первый раз пойдут в первый класс. Что сразу бросается в глаза, здесь все без особых излишеств. При входе в церковь каждый может воспользоваться молитвословом, что помогает быть полностью причастным к службе. В церкви много поют. Перед началом службы пишутся все номера псалмов, которые будут использоваться. А по ходу самой службы можно слова отследить и на центральной доске. Конечно, священнослужитель ведет всю церемонию, а потом некое причастие, где вместе с ребенком обычно не родители, а его крестные. Субтитры создавал DimaTorzok. Ну вот, ребят, мы уже дома. Длилось все 45 минут. Нам очень понравилось. Церковь была полной. Потом мы все фотографировались около церкви. Можно было попить кофе, чай с булочками, с тортами. Всех поздравляю с наступающим первым сентября. Правда, у вас еще много времени, а мы уже через два дня идем в школу. И всего хорошего. Да, не забывайте ставить пальчики вверх, если вам понравилось это видео, и подписываться на мой канал. Всем пока-пока.